Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Ру Флориду. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды. Честно говоря, мы не ожидали, не только что подтвердили разрешение просмотра этого дома, опять-таки мы смотрим дома для моей покупательницы Елена из Лас-Вегаса. Еще раз привет, Елена, вам передаем. И вот заехали, уже можно сказать, выезжали из комьюнити, когда мне разрешили зайти посмотреть, там были туристы, дом убрали, буквально туристы выехали где-то часа два назад. Я не была готова с информацией по дому, потому что не была уверена, что мы сюда зайдем. Этот дом выставлен за 480, вот этот выставлен более-менее по рыночной цене. 2072 квадратных фит, в переводе, Юль, я сейчас не скажу. Наверное, 190 метров квадратных. В этом доме 4 спальни и 3 полных ванных. Чуей 215, такой же, в принципе, во всем комьюнити, на все дома одинаковые чуей, вне зависимости от размера дома. Комьюнити предназначено под краткосрочную сдачу для туристов на Airbnb. Очень близко расположение к паркам Диснея, достаточно популярный комьюнити у туристов. У дома бассейн есть, кстати, спай, я не уверена, но мы посмотрим. И дом продается полностью меблированный, как мы его сейчас увидим. А какого года постройки? Здесь весь комьюнити строился в 2005 году. Ага. Ну, не совсем старый. По-моему, 2005-2007. А из чего построен материал? А, ну, как обычно, блок нижний этаж, первый этаж, и деревянный каркас второй этаж. Ну что, пойдемте посмотрим. Давайте пройдем. Смотри, какой подъезд к дому. Я такого длинного подъезда еще не видела. Да. Мы тогда думали, помнишь, снимали, когда Аишин дом. Там был очень большой подъезд. Здесь верандочка. Небольшая есть. Мебель остается. Мебель остается. Проходите. Очень красивая дверь. Очень красивая стекла. Так, что мы сразу видим? Ух ты, как много всего видим. Плюс дома в том, что здесь нет ковролина прямо при входе, есть плитка. Ты пока смазаешь. Я смотрю, мебель. Мебель. Мебель в хорошем состоянии. Она, конечно, старомодная, но она в хорошем состоянии. Да, это, конечно, вот это нужно, ну, не знаю. Куда девать, да? Да, это только на выкид. Сюда просто повесить большой экран ТВ. Ну да. Стол тоже такой старомодненький. А ну-ка, там смотри, такое рабочее помещение имеется маленькое. Столик. Ты знаешь, опять-таки, для того, чтобы начать сразу бизнес, не может быть заниматься, я вам сразу скажу, что более медленный, как slow months, да, то есть, ну, не такой горячий период для аренды, как раз это будет сентябрь и октябрь. Можно что-то поменять. Многие, многие, кто покупал, например, в мае месяце, они сдают сразу, чтобы шел оборот. И когда уже начинаются такие медленные месяцы, люди делают какой-то ремонт или мебель докупают, чтобы не было перерыва в сдаче. Вот, а сентябрь, почему он медленный? Потому что дети возвращаются по школам, в основном здесь снимают те, кто приезжает в парки Диснея, естественно, в Диснея ходят дети, иногда и взрослые приезжают, но такой ажиотаж как раз в сентябре он утихает и начинается снова где-то с ноября месяца. То есть особенно ближе ко Дню Благодарения все букируется, все как бы, ну, как это сказать? По-русски. По-русски. В общем, занимаются туристами. Да. Вы знаете, уже сегодня... Перегрелись мы уже. Первое видео, перегрелись. Да, бывает, вылетают слова из головы, извините, пожалуйста, их уже 20 лет в Америке, знаете, уже сказываются. Ну, что скажешь? Также поверхность, она не гранитная. Обычная. Пластик. Ну, она, да, она не поврежденная. То есть молодцы, никто ножами здесь не режет. Удивительно. Такая же белая бытовая техника. В таком же состоянии. В таком же состоянии, да, за домом ухаживают. Может быть, кстати, одна и та же клининговая компания. Я просто вижу, тоже они в салфиточках вкладывают. Да, 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 да. Так, это все остается, да? Это все остается. Давай посмотрим, что в шкафчиках есть. Давай посмотрим. Посуда тоже. Посуда наборная. Здесь остается. Я люблю смотреть по шкафчикам. Так здесь пусто. Именно там, где сдается... Так, это что? Индесисты. Там, где сдается для туристов, это очень важно, чтобы было наполнение посудой. То есть реально дом готов к бизнесу. Так, а что внизу? Что у меня здесь внизу? Обычно кастрюль. Да. Все есть. Все, что необходимо, это хорошо. Так, посудомойка имеется. Так. Обеденный стол. Обеденный стол тоже такой достаточно старинный. В том же самом стиле. Так, что у нас дальше? Здесь у нас... А здесь что? А вот здесь вот? Кстати, я сказала в начале видео, что здесь три полных санузла. Получается, наверное, два санузла полных и один половинка. Ага. Просто я, видите, информацию считывала с интернета. Так, здесь выход к бассейну. Просто покажем. Здесь постирочная комната. Стиралки, сушилки, все остается, да? Да. Давай посмотрим, что у нас в гараже. Интересно, если у них под игровой он уже обустроен или нет. Кажется, да? Давайте, давайте. Ух ты. Да, смотри. Ага. Тут вентиляторы работают. Так, что у нас тут есть? Мини-гриль. Так, аэрохоккей, футбол. Да, футбол. Бильярд. Очень здорово. Молодцы тоже. Да. Зона релаксов. И это стоит денег, чтобы обустроить гараж под игровую. Куча колясок тоже. И все такое прочее. Проходим дальше, что у нас здесь, кладовочка. Ага, показала. Проходим на второй этаж. Все четыре спальни расположены на втором этаже. Так, здесь у нас ламинат. Ламинат, например, на лестнице. То есть здесь ковролина пока мы не обнаружили, да? Только в спальнях он, наверное, скрытся. Ух ты, нет. В спальню. Да, везде, я слушала ламинат. Это хорошо. Так, заходим в эту, да? Так, давай, зайдем в первую спальню. Это оказалось у нас хозяйская, судя по размеру. Да. Тоже, видишь, лебеди. Точно та же компания. Точно, да. А слушай, это не одни те же продавали унеры. Вот продают. Нет. Разные. Клиник, компания одна и та же, значит. Так, две раковины. Ванная и душевая. Все, конечно, оригинальное. Чего уж там и говорить. Но в хорошем состоянии. Чистенькое все. Все чистенькое, беленькое. Да. Опять-таки, да, здесь тоже... Ну, вы знаете, силиконить нужно практически везде. Ну, да. Дом все-таки 2005 года. Чего уж говорить. Размер в спальне хороший, кстати, обратите внимание. Очень. Вот комод влезает еще один. Светлая такая достаточно. Тут у нас вид из окна у такой у нас соседей. Проходим. Лебедя. В следующую спальню. Так, что-то там. Гардеробная. Так, следующая спальня. Ку-ку. Где свет? Я не знаю, включить. Ну, давай попробуем просто. Ага. Приоткроем. Видишь, интересно. В Америке, кстати, очень часто встречается, что в спальнях гостевых нет потолочного света. Главного света, да. То есть только ночники. Можно от аршера, да. Включать свет. Так, это queen-size кровать. Ну, тоже немаленькая комнатка, надо сказать. Ты знаешь, я тоже сейчас обращаю внимание на стены. Мне кажется, здесь тоже стены перекрашивали. Перекрашивали, мне тоже кажется. Очень часто... Смотри, видно, что новые. Да, очень часто стены затерты. Когда что-то сдается... С чемоданом. Очень быстро. Это всегда не затираются. Здесь все свеженько. Так, дарьеробную сейчас покажу. Это queen-size кровать. Проходим в другую спальню. Давайте. По пути мы заходим. Еще одну ванную комнату. Ванная, туалет. Так, тут тоже... Как раз это одна... Один санузел на все три спальни. Так, лесен нет, что хорошо. Большая комната, да? Да. Так, дальше. Здесь комната поменьше. Слушай, ну размеры они такие хорошие. Хорошие размеры, да. Ну здесь дом не маленький так, по сравнению с тем, он все-таки побольше. Здесь, смотри, играться можно. В бассейне отдыхают. Прям хочется к ним прыгнуть. Так жарко на улице. Их везет кому-то. Кстати, я уже вижу отсюда, и это очень здорово. Здесь тоже есть спа. Да, есть, отлично. Попугайчики. Вся эта мебель остается. И техника все, да? В общем, как мы видим, все. Да, все как видим, так и покупается. Так, в кораблях, как красиво. Тематика, да, Марска? Молодцы, выдерживают. Какой-никакой стиль. Тут все такое голубенькое, светленькое. Тоже, естественно, гардеробная обычная. Так, дальше идем. Ну что ж, мы сделали обзор первого этажа, второго, и пройдем в зону бассейна. Здесь, конечно, надо аккуратненько ходить. Плюс, конечно, в том, что нет ковролина. Так, сейчас у нас опять что-то запипикает. Да, здесь это закон, где зона бассейна должна стоять или решетка вокруг бассейна, или вот ставятся такие они. Это от детей. Такие громкие, да, чтобы, не дай бог, ребенок не открыл, секундочку, не открыл дверь, и не вышел, и не утонул. Маленькие, особенно дети, да. То есть она сейчас... Слышите, да? Ее нужно отключать, выходить и закрывать дверь. Очень неприятненько. Так. Ну, зато безопасно. Да. Ой, большой какой бассейн. Очень большой бассейн, да. Еще больше, да, чем тот? Спа, бассейн. Отличный спа. Размер двора хороший. Здесь водичка потеплее обычно. Здесь тоже есть, да, водонагреватель, я уверена, раз есть спа. Конечно, да, должен быть. Отлично. Скрин тоже в хорошем состоянии, нигде не порванный, что тоже хорошо. Ну, я вот вижу маленькую дыречку там есть, да. Маленькая дыречка там есть, да. Маленькая дыречка, имеется. Она в глаза не бросается, но... Да. Ну, знаешь, как, да, бывает, полностью надо точно менять. Здесь так вроде бы приемлемо. Ну, пока ее менять и не нужно, но это не так сложно заменить одну панель, например. Это нужно полностью менять. Я смотрю, дом тоже выкрашен, скажи, смотри, обрати внимание. Такое впечатление, что да. Его покрасили недавно. Недавно выкрашен. Прямо вот даже вот шурупчики покрашены, я вижу, что, ну... Нет бы их снять, да, они прям сверху красят. Ну, это уже сложно. Ну, что скажешь, этот дом стоит этих денег, за которые выставили? Ну, я хочу сказать, что как раз-таки это и есть рыночная цена. То есть этот дом выставлен по рыночной цене. Здесь можно попробовать поторговаться. Да, даже снизить. Если там нужно пробовать предлагать выше, здесь можно попробовать поторговаться. Отлично. Если получится. Ну, мы будем пробовать, да? Тоже для Елены. Мы будем пробовать, я сейчас сниму видео для покупателей, уже свое видео, которое... Я быстрее пошлю, чем Юля. Я выставлю через пару недель. Вот, это мы будем обсуждать, и да, если мы не сможем выиграть оффер на тот дом, возможно, будем подавать на этот, или, возможно, будем дальше искать. Мы просто были уже в этом комьюнити, я этот дом видела на рынке, нам было не попасть, не посмотреть, он постоянно под сдачей был. Опять я вот повторюсь, что туристы только съехали два часа назад, и нас запустили. И мы по счастливой случайности оказались прямо буквально рядом. Ну что ж, дорогие друзья, будем прощаться. Мне удачи. Да, удачи к вам. Сейчас еду домой писать офферы. И с вами до следующих встреч. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Нам будет очень приятно видеть больше подписчиков. И спасибо, что вы нас смотрите. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok